Что это саиенция и как и почему она работает? Саиенция обладает неполной информацией о среде, и агент может саботировать работу своих же датчиков ради высокой оценки. Не стоит забывать и про вайрхеддинг. Поскольку система вознаграждения — это реальный объект, агент может физически на него воздействовать так, чтобы максимизировать награду. И еще был так называемый закон Гудхарта — когда мера становится целью, она перестает быть хорошей мерой. Ссылка, сами знаете где. А сегодня я хотел бы начать с ваших комментариев к прошлому ролику. Многие высказались по поводу оценок на экзаменах и закона Гудхарта. Одновременно с выходом видео в новости попала история про школу, откуда отчислили несколько учеников за недостаточно высокие оценки. Классический пример. Средний показатель успеваемости, по которому обычно судят о том, насколько хорошо учат в школе, вырастет, если двоечников просто отчислить. Забавный момент, я в свое время закончил именно эту школу. Многие из вас отметили, закон Гудхарта, применимый к экзаменам и тестам, еще называется законом Кэмпбелла. В комментариях вспомнили про эффект кобры, порочные стимулы, закон непреднамеренных последствий и так далее. Как в той истории про слепцов, которые ощупывали разные части одного слона. Все эти концепции взаимосвязаны. Тоже можно сказать про мои примеры из прошлого видео. Я рассказывал о гипотетическом ИИ, который бы использовал ошибки в коде Супер Марио, чтобы набрать максимум очков, как о примере взлома вознаграждения. Но это и своего рода вайрхэддинг. Ведь часть системы вознаграждения, которая считает очки, является частью игровой среды, и агент воздействует на нее. Робот с ведром на голове иллюстрировал проблему неполной информации о среде. Но ситуацию можно считать примером закона Гудхарта. Мы сделали количество наблюдаемого бардака целью, и этот показатель перестал быть хорошей мерой бардака. На первый взгляд, все эти примеры очень разные, но если посмотреть на них в контексте взлома вознаграждения, то выясняется, что у них много общего. В статье предложены 10 подходов к решению подобных проблем. Некоторые нацелены на что-то одно. Сразу же после открытия вредоносных примеров, исследователи начали искать способы сделать нейросети устойчивыми к такому воздействию. Но это решение для одного типа проблем. Учитывая, что некоторые способы взломать вознаграждение в чем-то похожие, возможно и противостоять можно нескольким за раз. Например, если внимательнее относиться к самой разработке. Искусственный интеллект не может эксплуатировать баги вашей системы, если в нем не будет багов. О том, как создавать сверхнадежные программы, написано немало работ. Можно написать код таким образом, чтобы было возможно формально верифицировать, что поведение программы будет соответствовать определенным требованиям. Логически предсказать, на что она способна. Правда, сделав ряд предположений, например, о том, как именно будет работать железо. Но нет гарантии, что мы окажемся правы, когда против нас работает достаточно мощный общий ИИ. Естественно, формальной верификацией подход не ограничивается. Он подразумевает и множество других способов проверки, испытания и контроля качества ПО. Подозреваю, в создании безопасного ИИ нам будет полезен опыт специалистов из, например, аэрокосмической индустрии и сферы компьютерной безопасности, где нужно очень надежное программное обеспечение. Разработчики ИИ смогут многому у них научиться. Но большие надежды по решению наших проблем я бы на это возлагать не стал. Другой подход — это состязательные функции вознаграждения. Отчасти наша проблема в том, что агенты системы вознаграждения находятся в состязательных отношениях. Они соревнуются. Агент пытается обхитрить систему, чтобы она дала ему максимум награды. Если агент — это мощный ИИ, а система вознаграждения — пассивная программка или несложный приборчик, будьте уверены, рано или поздно агент найдет способ обхитрить ее или вовсе сломать. Может, стоит сделать систему вознаграждения помощнее, поднять до уровня агента, и тогда она будет устойчивее к попыткам в нее залезть. Если агент вознаграждения будет в чем-то умнее агента-исполнителя, то он, скорее всего, сможет защититься от взлома. Правда, необходимо будет сделать безопасным и его тоже. Исследование рассматривает конфигурации, в которых есть больше двух агентов, и они все следят друг за другом и не допускают безобразий. По аналогии с разделением властей на законодательную, исполнительную и судебную, они контролируют друг друга, благодаря чему правительство всегда действует в интересах граждан. Если серьезно, не думаю, что подход рабочий. Непонятно, как не дать агентам стать слишком сильными. Нельзя, чтобы один стал намного сильнее остальных. Но за этим сложно уследить в ситуации, когда агенты могут себя модифицировать. Вообще, две конфликтующие между собой мощные системы — так себе затея. Как если бы кто-то пытался поджарить тост с помощью огнемета, и чтобы ничего не подгорело, вы бы стали заливать все жидким азотом, в надежде, что это как-то забалансирует ситуацию. В целом, в системе, которая пытается взломать вознаграждение, но по той или иной причине решает этого не делать, я бы предпочел систему, которая вообще не захочет ничего взламывать. Тут, возможно, подойдет другой подход. В исследовании он назван «упреждающая модель». Возможно, вы смотрели вот это видео с компьютер-файл. У вас есть дети, да? Представим, что я предложил вам таблетку, от которой у вас в голове все перевернется. Да так, что вы почему-то... Ой, как захотите убить своих детей. Сейчас у вас есть всякие разные желания, исполнить которые очень непросто, для этого надо много работать. Стать по-настоящему счастливым у вас вряд ли получится. Воплотить вообще все просто невозможно. Но моя таблетка изменит это, исправит. Единственное, чего вы будете хотеть — убить своих детей, а потом абсолютная гармония и счастье. Так. Примите таблетку? Нет, конечно. Но это же путь к счастью. А вы отказываетесь. Полагаю, вы не просто не хотите эту таблетку. Вы еще и сопротивляться будете, если вам ее попробуют дать принудительно. Да. Неважно, как счастливы вы будете в этом гипотетическом будущем. Важно, что здесь и сейчас вы любите своих детей. И ни в коем случае не хотите навредить им. Вот у нас тут нечто похожее. Допустим, существует ИИ, который собирает марки. Просто обожает их. И тут я... Так, подожди. Я немного напортачил. Давай какое-что в тебе поменяем, чтобы ты марки любил поменьше. А он мне ответит. Но это же марки. Если ты что-то сделаешь, я буду их меньше собирать. Не надо менять во мне ничего. Как правило, любой общий ИИ будет сопротивляться попыткам его изменить после запуска. Получение новой функции полезности почти всегда будет бесполезно с точки зрения текущей функции полезности. Получается интересный контраст. При обучении с подкреплением, агент изо всех сил старается поменять функцию вознаграждения. А максимизатор полезности, о котором мы говорили на канале Number File, сопротивляется изменениям его функции полезности. Ведь с точки зрения текущей функции полезности, смена функции приведет к худшему результату, чем текущая, и агент откажется что-то менять. В обучении с подкреплением функции можно считать максимизацию выхода системы вознаграждения, и ради этого агент готов эту систему изменить. Согласно статье, можно сделать так, что агент в обучении с подкреплением будет думать наперед, если выдавать вознаграждение не только за его действия и наблюдения о состоянии мира, но и учитывать, какие действия он планирует и какие состояния мира прогнозирует. Таким образом, агент получит штраф, даже если задумается о том, чтобы как-то влезть в систему вознаграждения. Собираясь надеть на голову ведро, робот спрогнозирует, что мусор никуда не денется, и штрафы за подобные планы научат его так не делать. Статья на этом не заканчивается, но на сегодня хватит.